В ночь с 12 на 13 августа 2019 года жители Казани смогут увидеть в небе метеоритный поток Персиды. Этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений, наряду с апрельскими лиридами и декабрьскими геминидами. Метеорный поток образуется при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Тутля. Частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере планеты, образуя звездный дождь. Считается, что максимум вот этих вот падающих звезд будет наблюдаться с 12 по 13 августа ночью. Хочу объяснить, что вообще самое лучшее время для наблюдения метеорных потоков это где-то в районе 2-3 часа ночи. Потому что как раз наша Земля входит в это облако пыли под таким углом, что, разумеется, мы наилучшим образом будем видеть максимальное число вот этих вот пылинок, влетающих в нашу атмосферу. Персиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и красивым ежегодным звездопадом. Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным зрелищем может любой желающий. Смотреть на метеорный поток лучше, разумеется, если в любительской такой вот атмосфере, то смотреть нужно именно глазами, потому что в телескоп вы не увидите практически этих следов от метеоров, так как они распространены по всей небесной сфере. А телескоп, он как бы рассматривает небольшой участок на этой сфере. И, разумеется, те, кто хотят наблюдать, именно нужно смотреть своими глазами. У Казанского федерального университета есть уникальный астрономический комплекс широкоугольного мониторинга небесной сферы с субсекундным временным разрешением – мини-мегатортория. Этот многоканальный мониторинговый телескоп в автоматическом режиме отслеживает и анализирует быстро протекающие процессы во Вселенной, в том числе и фиксирует метеорные потоки. Она именно профессионально нацелена на то, чтобы фиксировать следы от этих влетающих в нашу атмосферу метеорных частиц. И составляются большие базы данных, которыми, в частности, мы занимаемся их обработкой. Следующее космическое шоу в таких масштабах начнется в ноябре. Пик звездопада Леониды придется 17 на 18 ноября. Лилия Талипова, Универньюс.